Добрый вечер! Сегодня у нас будет несколько запрещенная тема, но она в принципе сейчас не такая уже запрещенная, но в силу того, что мы были рождены и воспитаны в строгих, в общем-то, христианских традициях, хотя в принципе Советский Союз был атеистической страной, тем не менее практика вся, культура, она была христианской. Это как раз касается взаимоотношения полов. Я особенно, конечно, не люблю эту тему, именно, опять же, своего христианского воспитания, потому что я всю жизнь стеснялся говорить на эту тему, хотя знание было уже практически в начале жизни, хоть отправляй по этому вопросу, но говорить можно было только с мужчинами, и то не со всеми на эту тему. Но тем не менее сейчас уже на высоте своих лет, в общем-то, тем более часто поступают вопросы по этой теме, ну и, в общем-то, делать из этого секрет, я думаю, нет смысла, потому что у нас в области взаимоотношений полов в основном идут все заблуждения и извращения. Извращение, это слово надо понимать не в том смысле, что это какие-то половые только извращения, и извращения, это, в принципе, поступки людей, это неправильные отношения людей, которые приводят к тому, что человек выходит из воплощений, из перевоплощений. У нас ведь почему-то специально придумали тюрьмы, ставить в центре города, именно для того, чтобы люди там сталкивались между собой, совершали поступки, которые их выводили бы из перевоплощения. Ну а в силу того, что они испытывают множество негативных эмоций, находясь за стенках, это все равномерно покрывает город, город же, ну в центре города же тюрьма обычно стоит, вот, и поэтому остальным людям передаются эти эмоции. Ну у нас была борьба с перевоплощением, очень такая серьезная, и людей, которые, в общем-то, находились в этом перевоплощении, ну то есть были в традиции древнеправославия, вот, их садили, ну, говорят, за колючую проволоку, и заключенные, вообще это слово закола, выведение закола. Кола, старое значение кола, это жизнь на том свете, жизнь на этом свете. Так вот, заключенный, это тот, который выведен заколом. Ну, у нас там садили людей, которые занимались всевозможными ургиями, поэтому у нас сейчас осталось слово урки. У нас садились люди, которые занимались всевозможными углами, углов очень много видов. Это и божественные углы, это колодавские углы, это волшебные углы. Чудесные углы. Их десятки. И был составлен целый уголовный кодекс, наказывающий людей за использование тех или иных углов. Это не наша культура тюрьмы, застенки и так далее. Это насошеденная нам культура римской, или, правильно говорить, рамейской империи, которая, в принципе, на сегодняшний день продолжает у нас здесь руководить на планете. Но мы думаем, что Рим давно уже умер. Но говорят же, Москва третий рим, и четвертого не будет. То есть, в действительности, управление именно за кулисы, за кулисное управление нами осуществляется через Москву. Хотя, в реальности мир поделен. У нас не только те, кого мы называем синайцами, ну или сионизм отсюда. Сина – это пес на латыни. И синайцы – это песеглавы, которых очень много описано в русских сказках. И про которые мы сейчас ничего не знаем. Крестецкий собрал в свое время целые два тома таких вот сказок. Это «Друг Пушкина». Но они так и не были опубликованы. Мне удалось почитать их в рукописях. Но там никакого отношения к современной русской сказке. И то, что этот Крестецкий собрал, никакого отношения не... Потому что там в основном... Или бесы. А бесы – это песы, псы. С которыми люди... Это не черти, кстати говоря. Черти – это косоги. Это тоже отдельная такая у нас культура, Которая, в принципе, еще в XIX веке они были в тюрьмах сидели. И их называли козлами, но от слова косоги. Именно потому, что они сотрудничали с администрацией. Вот. Так вот, бесы... Это вот сионизм, откуда идет слово. Сионизм происходит от слова синоцефалы. Ну, или киноцефалы. Ну, а по-русски – это просто писиглавцы. Вот. Ну, сейчас, естественно, там все с евреями современными связали. Но это все не так. И вот, то, что у нас называется извращениями, касалось и взаимоотношений людей, неправильных взаимоотношений людей, и в том числе половая сфера, которая сегодня вся состоит из извращений. В свое время я встретился со специалистом по тантре, с мастером тантры. Ну, сейчас много, конечно, специалистов, но это был настоящий специалист. Вот. И мы с ним, значит, разговорились. Вот. Ну, и я ему сказал, ну, что у вас, Кама Сутра – это же сплошное извращение, а вы здесь, значит, это. Валяете в Аньку, что у вас еще какие-то там знания есть. И он почему-то ко мне, видимо, проникся, что ли, но он мне начал говорить. И я смотрю, он говорит то, что знают древеправославные люди. И про тантру много пишут, кстати говоря, но нигде и не рассказывают секреты. Так вот, сегодня как раз я и хотел вот эти тантрические секреты, но они не тантрические, они древеправославные, рассказать. Хотя, в общем-то, то, что этот мастер мне рассказал, не то, что я ему рассказал, вот, мы так обменялись любезностями, вот, это мало. В действительности гораздо все больше и интереснее. У нас ведь, смотрите, вот самый короткий путь, это и индусы говорят, и Оша там говорит, это путь двоих, путь к Богу. И ведь, смотрите, там все завязано именно на ощущениях, на эмоциях. Вот как достигать эти высокие эмоции, вот об этом нам, к сожалению, нигде не рассказывают. Вообще, то, что сейчас называют тантру, она относилась к кабальству. Ну, сейчас есть еврейская книга Кабала, да, ну, она там какие-то моменты освещает, но она никакого отношения к кабальству не имеет. Потому что кабальство, это в реальности очень быстрое достижение вот этих именно божественных результатов. Техника, которая называлась техника льза. Слово у нас исчезло из нашего, из русского языка, но для православной традиции, оно как одно из основных понятий быстрого достижения божественного уровня. Именно через взаимоотношения полов. У нас ведь пол, почему пол называется? Потому что это половина. Женщина является половиной целого, когда мужчина и женщина сливается в соитии. Соития – это не половой акт. Это именно соития. Это конъюгация. Конъюгация – это биологический термин. Это считается высшая форма размножения у одноклеточных организмов, ну, естественно, у божественных организмов. У нас в свое время когда-то произошла конъюгация, потому что первый человек это был человек, который имел в общем-то одни конечности вот и сразу как бы голову. Они, в принципе, на старых фресках нарисованы. И они даже сейчас встречаются. Вот Кузовкин он мне передавал значит, в свое время встречи с такими людьми, причем они в Москве даже появлялись. Вот. Вот у них первая произошла конъюгация с влиянием именно организмов. И поэтому у нас одна половина она в какой-то степени повторяет другую половину человека. Ну, то есть вот верхняя половина у нас голова, внизу у нас название головка есть. вверху у нас волосы, внизу у нас тоже есть волосы, вверху у нас губы, внизу тоже есть губы, лоб, лобок, то есть это говорит о том, что сохранились в русском языке какие-то отрывки, что у нас конъюгация, когда тоже произошла. конъюгация в биологии, в современной биологии многоклеточных организмов она не описана. Но конъюгация вот ну, как термин, конечно, он не присутствует, но в легендах мы с этим сталкиваемся. Ведь когда происходило слияние мужского и женского организма, у нас получалось, что детей вынашивали совместно. Сегодняшний ребенок, когда он рождается, он в принципе недоношенный. Если сравнивать с другими животными, млекопитающими видами, там, коровы, лоси, олени, у них дети, когда они рождаются, они уже и могут ходить, они уже видят. Но исключение составляют кошки и собаки, которые живут с человеком, и поэтому у них тоже недоношенные дети рождаются за счет индукции. То есть человеческие процессы влияют на процессы у животных. Конюгация, слияние, соитие, оно происходило, когда у нас еще был рай на земле. Осталось в наших традициях воспоминание как бы об этом периоде. То есть у нас, например, во время соития мужчина всегда должен находиться сзади, естественно, чтобы мужчина и женщина, слившись в один организм, могли ходить вместе. И было платье и у мужчин, и у женщин, и не только в 19 веке. Раньше это все сохранялось. Вот женщин, девушек учили ходить на каблуках, чтобы они могли вместе двигаться. И вот этот организм, созданный вместе, он назывался греческим, много говорят греческий язык, но это греческий язык, на котором у нас в 19 веке шла еще у православных служба. И на древнегреческом языке это называлось существо андрогином. Но у нас осталось слово друзья. Или слово друзья знаете, то есть в кристаллографии описанные, когда кристаллы они же почкованием размножаются, они растут вместе. И здесь тоже друзья. И у нас осталось выражение друзья не разлей вода. вот не разлей, потому что у нас происходило вот это слияние. И в русском языке осталось много слов, которые может сейчас уже вышли из употребления, но в наше время они еще существовали. Например, явление склещивания. Склещивание сейчас даже в интернете его не найдешь, но в этом в обиходе оно встречается. Склещивание, когда происходит именно захват мужского члена маткой. Вот это процесс, ну, сейчас его называют у женщин вагинизмом, от которого медики успешно лечат. Но в действительности это как раз происходит, когда соитие. Вот на латыни, опять же, испорченное слово соитие называется койтус, но это называют половой акт. У нас соитие предполагало проникновение головки мужской в матку. И тогда происходило схлапывание, сжимание. И вот это как раз и называлось склещиванием. У нас есть еще другой вид склещивания, когда если испугать женщину в момент полового акта, у нее происходит схватывание именно влагалищных мышц. но оно легко отходит, нож значит просто успокоится и все проходит. А вот это склещивание стоящее, оно не проходит так просто. Поэтому не разлей воды друзья. И название не андрогина, а именно друзья. А сейчас конечно друзья, но и товарищи, как бы особой разницы нету. Но в действительности друзья, это как раз мужчина и женщина. Это как раз андрогин. И вот от этого явления у нас остались побочные можно сказать остаточные явления. Что имеется ввиду? Во-первых, у мужчин периодически может возникать такое явление приапизм. Приапизм это когда у мужчины ни с того ни с сего член приобретает твердость и он не спадает ни через неделю, ни через месяц, ни через два и даже дольше. Вот причем он даже не связан с половым влечением. Вот и другое явление и шурия. И шурия, когда появляется опять же у мужчин, когда мужчина перестает ходить в туалет по-маленькому. У женщин тоже это явление присутствует, но это связано с анурией. Но анурия у нас путается с шурией. потому что когда сливаются два организма, женщина она может ходить по-маленькому, а мужчина может ходить по-большому. Причем женщина при слиянии не ела, и поэтому у нее сейчас явления токсикоза появились, потому что она вынуждена есть у нас, потому что слияния больше нет. Про это вообще даже никто и не знает, что такие вещи у нас были. А у женщин такое подобное явление называется нимфоманией. Нимфоманией в народе ее еще прозвали бешенством матки, когда женщина не удовлетворяется одним половым актом. Но это, кстати, происходит сейчас редко. В XII веке каждая четвертая женщина страдала нимфоманией, но в силу того, что у нас были жесткие очень христианские такие традиции, и это считалось вообще зазорным, то в общем-то очень много девушек из-за нимфомании кончали жизнь самоубийством. в настоящее время у нас нимфомания одна на 10 тысяч, разве что крайне редкое явление, и это божественное явление, потому что слившись мужчиной и женщиной в половом акте, в результате которого формировался плод и развивался плод, и этот полуар длился 18 месяцев, не 9 месяцев, как сейчас, а 18, поэтому у нас сейчас дети рождаются естественно недоношенными, причем когда нас запретили это и на слово пенис, пенис и эти органы, которые так называются, они садили такие пары и ну короче говоря преследовали этих людей, потому что в этом случае рождаются боги, у нас очень много городов, поселков, сейчас конечно много из них переименовано, которые имели такие названия как Богородническая, Богородская, Богородица, связаны как раз с тем, что там рождались боги, понятно, что у нас с этими явлениями очень активно боролись, самое интересное, что с утратой вот этого совместного выношения детей мы утратили и физиологию и морфологию тех людей, которых можно назвать богами, во-первых, пропали парные органы, у нас было два сердца, две печени, две селезенки, два пищевода, два желудка, ну естественно были органы чувств количества побольше, диапазоны их естественно тоже были побольше, и сейчас иногда рождаются дети, или с двумя печенями могут родиться, или с двумя сердцами, я вот с таким мальчиком встречался, ему было 7 лет, но он был как мужчина, 7 лет, ну я видел, как он набирал ведра, так вот раз их бросил, поднял и пошел, то есть сильные они люди, вот, и у них сердце одно качало венозную кровь, другое сердце артериальную кровь, но вот таким людям не дают долго жить, к сожалению, сейчас у нас наоборот из-за того, что вот это вот саитие ушло, рождаются люди, иногда даже с одной почкой могут родиться, с одним легким, то есть идет вырождение, вот этот вот язычок во рту, который у нас остался, его же функция неизвестна, но говорят, что когда человек глотает пищу, вот он препятствует попаданию пищи в трахею, у нас трахеи вместе с пищеводом идут, но в действительности у трахеи, когда мы глотаем пищу, там щель, она закрывается автоматически, и у нас пища не попадает, ну, в дыхательное горло, и язычок здесь ни при чем, язычок именно сортировал пищу во рту, какая щелочная, какая кислотная, и соответственно, значит, у нас же было два желудка, вот один желудок у нас остался, а второй желудок, он превратился в поджелудочную железу, потому что второго пищевода не стало, и у нас, кстати говоря, сохранилось выражение «жай в два горла», это вот как раз для богов выражение, потому что с ними шла борьба с этими людьми. Два пищевода шло, кончались желудками, одна, которая сейчас называется поджелудочной железой, и они соединялись двенадцатиперстной кишкой от центра, который отходил тонкий кишечник. Ну, а сейчас у нас получился обрыв двенадцатиперстная кишка, и туда у нас и печень подключена, и поджелудочная железа, и кишечник. Она выполняет понятную важную функцию, но уже не то, что нужно, потому что щелочная переработка в поджелудочной железе, вернее, в желудке, которая перерабатывала щелочь, она исчезла, туда пища не должна попадать в поджелудочную железу. Она просто выделяет двенадцатиперстную кишку ферменты, которые перерабатывают углеводы. И вот когда у нас происходило соединение мужского и женского организма, вот аппендикс, который сейчас, ну, говорят, атовизм какой-то, а у него была функция, он соединялся, то есть у нас вот пупок это соединение детским местом, это соединение с женским организмом, а вот аппендикс это соединение с мужским организмом. У мужчин из верхней плоти прорастала тоже пуповина, которая тоже питала ребенка. И у нас название аппендикс, он сохранился, потому что пен, пен, пенис на латыни, это латинское название. Вот. И для того, чтобы, ну, не в нашу, у нас, когда были эти все крестовые походы, крестовые походы все были в основном против православия, и когда они происходили, мужчин, конечно, выбивали, и поэтому, чтобы быстрее восстанавливаться, пришлось делать обрезание верхней плоти, чтобы не происходило совместное вынашивание. И у нас вместо соютия стало совокупление. Совокупление это когда женщина вынашивает ребенка одна. Тут тоже связано ово, ово это яйцо, совокупление вынашивание женщины одного ребенка. И получилось, что у нас произошло сокращение с 18 месяцев до 9 месяцев. Хотя некоторые женщины иногда вынашивают, но им не дают правду, вот они 10 месяцев, она сама не встает на учет, она может и 10 и 12 месяцев, и я даже встречал случай до 16 месяцев в наше ребенка. Вот. И в этих случаях обычно делают искусственно вызывают специально искусственные уже роды. Не дают ребенку развиться как следует. У мужчин в принципе сохранилась грудь с одной стороны, которую тоже можно раздаивать оказывается. Раздаить можно вообще любого любого значит и бабушку и женщину которая не рожала или которая родила, но уже давно не кормит грудью. И в легендах эти вещи сохранились у нас. Ребенок вынашиваемый при фактически осуществлении полуакта он естественно получался богом. ну потому что здесь высокие эмоции и они идут постоянно и днем и ночью фактически это вот 18 месяцев шел половой акт. поэтому у мужчин вот это явление и у женщин мания остались но иногда присутствуют это тоска или вспоминание генетическое вспоминание о том состоянии когда мы были богами. Ребенок достигал очень высоких показателей то есть он мог сразу ходить говорить естественно понимать язык животных растений другие языки и самое это главное что дети были с голубой кровью вот фашисты когда они начали выращивать сверх людей у них было ну сотни вот таких поселений где выращивались вот эти сверх люди ну кстати говоря вот идея сверх человека ну говорят Ницше да как бы у него заложено Ницше это действительность горький и вот у Горького эта идея она в общем-то была ну один из псевдонимов да у Горького Ницше но его потом записали фашисты понятно и у нас когда была вот еще Баварская Вермарская Республика входивший состав СССР у нас почему все все немцы во время отечественной войны помимо собесшей латыни прекрасно говорили про русский и почему германские военные все имеют советское образование ну потому что и Вермарская и Баварская Республика были в составе России и они в 33 году вышли с 33 года начались репрессии вот против таких вот выходов потому что тогда много вышло у нас но это другой вопрос так вот фашисты заметили интересную вещь оказывается если юноша и девушка целомудренная у них рождается сверхчеловек даже несмотря на то что они совместно там до совместного в нашем не дошли у них получался ребенок с голубой кровью и у нас сейчас периодически где-то на тысячу человек там десять человек рождается с голубой кровью но это в том случае если женщина живет в благоприятных условиях то есть она не нервничает она не боится что ее там бросят что на ней не женятся что ее разлюбили что ее изменили и так далее она когда вынашивает ребенка вот в состоянии любви и заботы о ней могут получиться дети с голубой кровью вот почему голубая кровь ну говорят что там железо вернее медь и поэтому голубая там кровь и что это рептилии дети нет такие вещи тоже бывают да и медь там бывает вот у нас есть витамин В12 цианакобаламин на латыни и он выполняет функцию в общем-то гемоглобина но гемоглобин имеет железо и там вот эту оболочку белковую а витамин В12 он синтезируется в организме но небольших количествах только вот этот витамин В12 у него в основе кобальт и поэтому кровь приобретала голубой цвет вот фашисты это заметили что люди которые целомудренные они получают значит вот голубую кровь причем ведь у Гитлера со Сталиным была договоренность мы поставляли девушек потому что в Германии там уже в общем-то сексуальной революции еще как такого не было но уже были ее начало да и не все девушки были целомудренны они поставляли значит юнушей и у нас на территории СССР тоже были такие поселения не буду говорить какие где но они есть до сих пор и в силу того что они знают обычно что произойдет кто их сдаст когда их найдут они в принципе не прописаны они в общем-то предпринимали естественно мир и в общем-то уходили и таких поселений сегодня по миру не только в СССР по миру очень много потому что после окончания войны все эти поселения были высланы им въезд в Германию запрещен они там и в ЮАР во многих там странах куда они смогли перебраться они сохранились сохранились и в принципе я даже не знаю почему новая Швабия то есть продолжение фашистской Германии которая сейчас находится в Антарктиде почему они не берут к себе этих людей значит дети которые сегодня у нас рождаются во-первых они у нас получаются очень быстро приобретают значит и вторичные половые признаки то есть вторичные половые признаки это когда идет созревание и происходит это в основном из-за того что у нас нас вот загнали в эти клетки многоэтажные и если даже родители знают что вот эта вся энергия которая получается в результате полового акта то она за счет опять биологической индукции передается детишкам у них стимулируется созревание раннее ну и соответственно значит развитие всех этих признаков половых поэтому у детей появляется этот ранний анонимизм причем если раньше у нас еще до революции к 24 годам где-то шло созревание девушек и мальчиков то вот уже в годы советской власти там 15 там 16 лет да сейчас уже до 12 опускается в некоторых странах до 7 лет а вот уже есть случаи что даже в 5 лет беременеют вот это как раз не есть хорошо потому что у нас вообще прошлых вот когда у нас еще были там исполины великаны тогда половая зрелость наступала вообще 72 года она она и сейчас наступает в некоторых местах именно в это время но именно из-за того что были все время вот эти крестовые походы нам вообще нам приходилось драться погибать наступает и пришлось изменить 72 до 24 но сейчас опять же из-за коробок вот этих многоэтажных уменьшилось еще меньше стало у нас дело в том что раньше во-первых и города были большие вот все пустыни которые сейчас там Сахара Каракумен Виктория много вот и причем сейчас везде пустынь вот это вообще остатки городов потому что песок который там в пустыне ну кроме коми гоби там все-таки она по-другому была уничтожена там гоби вообще в старорусском языке гоб это гобина это божественная судьба так вот камни которые подверглись облучению и термическому воздействию они легко крушатся поэтому там процессов выветривания очень быстро превращает эти камни вот в песок и вот Сахара вообще на узбекском ну нет в некоторых тюрских языках означает город и вот были такие большие города у нас и в городах в этих в основном одноэтажные дома и сады вот каждый сад он имел еще в центре как правило летний домик но это кстати традиция она сохранялась и после аварюции в некоторых крестьянских хозяйствах это было но я во всяком случае застал и вот именно в летнем домике происходило совокупление родителей там значит ну этих жителей и за счет этого эта энергия она очень нужна в действительности растения но сохранились рассказы что вот там когда пассивная проходила там выходили в поле и вот там тоже совокупление было для того чтобы был урожай и в действительности когда такая энергия есть и овощи и фрукты они имеют вкус приятный и растут быстрее ну а когда нету таких вещей то значит вкус тоже нет ну таким способом не только удавалось изменить свойства ну и удавалось даже создавать новые виды растений с новыми свойствами вот в девятнадцатом веке у нас очень было распространено когда женщина забеременев представляла какой должен у нее быть ребенок то есть должен быть там высоким должен быть там красивым должен быть там с вьющимися волосами или там с белыми там волосами с голубыми там глазами или там еще с какими-то потому что глаз вообще очень много видов там и синие и фиолетовые встречаются среди людей редко но встречаются вот и так и получалось но при этом надо не просто говорить что хочу чтобы у него были фиолетовые глаза у ребенка надо представлять реального персонажа имеющего эти свойства и тогда ребенок рождается как задумала мать и самое это интересное что в девятнадцатом веке у нас книжка мужчина и женщина как бы основная была для пособия для семьи для родителей вот там этого нету вот она сейчас кстати передана но она интересна тем что там описано как родить мальчик или как родить девочку сейчас эта информация нигде не найдешь мужчина и женщина она конечно переиздевалась уже в наше время она вообще издана была но то что я читал это был девятнадцатый век вот но я боюсь что там этих подробностей нет потому что я уже сколько раз сталкивался с тем что передается книжка старая и в ней все вот эти вот интересные факты вычищены отредактированы их нет так вот там получалось что для того чтобы у нас родилась вернее для того чтобы родился мальчик нужно ну я вот могу показать схему в какие моменты рождается мальчик какие девочка вот если цикл менструальный у женщины разделить пополам допустим 30 там дней да то середина это как раз когда рождаются мальчики ну там плюс 2 и минус 2 то есть от 15 дней если 30 дней цикл туда сюда и получается что женщина в это время она и сама физически активнее и яйцеклетка в это время тоже активна а вот до этих дней да ну то есть от 15 получается 13 и 17 вот по 2 дня если отступать то есть 11 с 11 до 13 да и с 17 до 19 рождаются девочки в этот период может конечно это все и изменяться но эти принципы использовались для того чтобы рождать например коров ну чтобы бычков не было рождались коровы но и среди людей точно такая же в принципе статистику кого хотят того пусть и рожают у нас дело в том что сейчас исчезли оклички мы сейчас никого не пытаемся вытащить с того света своего родственника или родственницу а в принципе еще после революции даже вот эти оклички они были об этом это и Миролюбов пишет который в принципе написал и перевел в свое время Велесову книгу но правда мы ее так и не видели потому что тысяча экземпляров которые он издал первое первое свое издание ни одного экземпляра не сохранилось и уже потом когда его заставили понятно что там уже была Невелесова книга хотя он был фотограф мог бы сфотографировать эти дощечки может где-то их сфотографировал но до нас они не дошли несколько только рисунков у него там осталось хотя он был фотограф странно почему рисунки так вот чтобы точно попадание было надо чтобы у нас всегда было четко направлен обряд окличек на период женского цикла ну цикл он начинается от начала менструации и до первого следующего первого дня это вот цикл ну и вот так вот можно посчитать чтобы правильно начинать потому что у нас сейчас много мужчин рождается не в своем теле точно так же как и женщины рождаются не в своем теле они были мужчинами на том свете а сейчас они вынуждены быть женщинами например да вот это один такой момент у нас еще из-за того что у нас ввели вот эту вот позу христианскую мужчины и женщины лицом друг к другу произошла еще одна беда дело в том что у мужчины и у женщины в сагитальной плоскости нота которая так нас разделяет вот так вот течение энергии направлено в разные стороны у мужчины у мужчины представьте две шестерни которые вращаются на встречу друг к другу одна в одну сторону другая ломает ей все зубья ну такие вещи иногда происходят в механике и у нас любовь между двумя любящими действительности друг друга супругами она длится год максимум три если они используют христианскую позу если у женщины сильнее поле она заставит мужскую энергию крутиться обратно в сторону ну и наоборот если у мужчины сильнее поле заставит у женщины крутиться в другую сторону понятно что женщина потеряет интерес к половой жизни точно так же как и мужчина потеряет интерес к половой жизни с женщиной у него появятся гомосексуальные наклонности вот к этому еще приводит поза еще к чему она приводит это когда происходят фрикции вот фрикции не должно быть у нас же вот девочка она имеет влагалище размером 2-3 сантиметра но когда она выходит замуж у нее уже и 7 и 12 и 15 даже сантиметра бывает в зависимости от дни членов супруга он разнашивает ей и теряется тургер и эластичность и половой орган стареет из-за этого он потому что у нас же вот этих считается что там два раза в неделю должно быть а в действительности некоторые каждый день по несколько раз ну некоторые там вот когда по несколько раз это опять же вот стремление то есть остатки божественности когда у человека половой отлился 18 месяцев вот ну а если там неправильно все происходит то женщина очень быстро теряет к этому интерес половой жизни ну и хотя там когда она там кричит и думает что это над удовольствием наоборот от неприятных ощущений и вот чтобы этого не было необходимо обязательно соблюдать божественную позу когда мужчина находится сзади тогда у нас энергии текут вместе и они раскручиваются кстати эта энергия у мужчин называется кандал а у женщины кандала на санскрите у них осталось кундалини они называют но у нас вы знаете что кандалы специально придумано для того чтобы скрыть это понятие потому что кандала и кундалини считается женской энергией и вот мужчина когда начинает поднимать у себя кундалини в йоге вот в лучшем случае он сойдет с ума но в худшем но он станет гомосеком потому что эти вещи нельзя самое неприятное в этом еще когда разнашивание происходит влагалище у женщины и оно старится опять же за счет индукции у него начинают откладывать ну стареть начинает от ближайшие органы то есть бедра циррелит появляется на животе на ягодице потому что влагалище растянутое оно старое 50 годам у половины женщин оно выпадает и 50 годам оно выпадает на половой акт у женщины у нее все эти ну во первых у нас было много названий сейчас говорят и мерки правильно говорить силы ну будем пользоваться старой новой терминологией которая сейчас всем понятна хотя в действительности понять что такое энергия очень сложно так вот эти энергии они локализуются на половом органе у женщины в районе значит клипера там называется чиллка и в принципе ну у индусов этого нету у них лока есть понятие а вот этих названия сил у нас потому что были силы жи хи фи ми ли пи чи си ци вот че си ци осталось у китайцев которые содрали культуру манжуров манжури это в действительности территория России до революции ну там весь Китай до революции был но после революции значит им отдали манжури вот ну и у них была вот эта вот культура которая сейчас передана китайцам так вот чиллок это район как раз клитора дальше идет си лока ну слово сика сикель у нас сохранились но они редко употребляются сейчас дальше идет циллока циллока это как раз закрыто плеврой почему слово целка от циллоки происходит потом но это на верхней стенке влагалища глубже около матки находится джиллока и есть еще значит с противоположной стороны шейки матки джиллока и сама матка джиллока и вот фактически касание каждой вот этой локи приводит к соответствующему соответствующему виду оргазма большинство же женщин вот как показывают исследования они они не испытывают оргазм вот самое интересное что в японии 90 процентов вот это исследование американского соединенных штатов америки института кенсии показывают что 90 процентов японок например кенсии но не нужен секс и они ничего от него не испытывают значит в россии там чуть получше где-то 67 процентов женщин не испытывают оргазма но самое конечно хороший результат это в мексике там больше половины женщин испытывают все-таки оргазм вот в китае тоже 80 процентов женщин не испытывают оргазм но там у них связано с тем что у них у мужчин понесы маленькие у них там 5-6 сантиметров всего но с другой стороны в общем-то длины понеса не зависит если правильно совершать половой акт вот половой акт у животных он хотя они все находятся в правильной божественной позе тем не менее у них он тоже совершается неправильно потому что они они впихивают весь свой член и поэтому у них то же самое что и у людей происходит старение благалище но соответственно потеря всякой чувствительности ведь дело в том что когда происходит касание и касание удерживается в этих точках в луках находится много нервных окончаний а что такое нервное окончание это в действительности нервная клетка которая имеет два отростка один отросток идет в нервную систему а второй окончается в коже и когда происходит соединение мужского и женского возникает замыкание объединение систем система женская и мужская они гармонизируются у них чистота становится одинаковая если у женщин допустим было больше мужчины меньше они выравниваются то есть среднеарифметическое возникает возникает гармония и они уже объединены нервными системами и сила любви тогда и привязанности она настолько сильная почему у нас не так давно даже не в древности славянка потерявшая муж сходила на погребальный костер вместе с мужем а мужчина потерявший свою половину он искал смерти в бою они не могли жить потому что потому что ну как вот половину организма вы потеряли человек потерявший лицо как правило кончали жизнь самоубийством то же самое и здесь они искали смерти и вот у нас слово любодейство это тоже сношение да сношение это тоже имеет смысл значит любодейство когда касание только лишь точки вот сейчас есть такое понятие сквирт то есть когда происходит эякуляция ну или извержение у женщин но это извержение оно замечено только в целоке сейчас в действительности у женщин нет только канала у мужчин канал по нему происходит семи извержение у женщин как таковых каналов нет у них вот эти вот клетки покрывающие вульву ну вульву это передние там губы там значит клитор и влагалище потом идет уже вот эти клетки они вырабатывают жидкость подобная эякуляту мужскому там только нет семени и когда происходит именно извержение этого только в том случае если есть очень слабенькие касания ведь у нас если женщина допустим пытается сама себя удовлетворить ей надо 4 минуты с мужчиной она и 20 минут не может удовлетвориться под час во-первых неправильное положение во-вторых неправильное совершение полового акта а вот когда слабые касания мужчина может долго у него произойдет только семя извержения в том случае если у женщины происходит оргазм тогда у мужчины он проявляется начинается но виды оргазмов разные вот с чилокой с си локой цилокой и особенно вот когда идет ч вот тогда она наступает саития и вот это любодейство когда мы просто одну локу касаемся и когда происходит уже касание шейки матки вот в этот то есть прошли все и последний момент касаемся шейки матки возникает саития до этого оно не произойдет у некоторых женщин конечно надеюсь тысяч одна может конечно произойти саития но это крайне редкие случаи надо чтобы женщина поверила и чтобы у нее произошло именно подготовка к соитию понятно что сейчас таким людям долго жить не дадут это надо ехать в какую-нибудь общину далеко от всех городов чтобы мочь вдвоем в нашем ребенка но я думаю у нас к этому все равно когда-нибудь вернется теперь по поводу вскармливания детей ну во-первых у нас идет прикон чуть ли там не с первых месяцев прикапливают как правило коровье молоко используют а это ведет к тому что у детей развивается коровий характер но вы знаете что быки же не очень агрессивные ну и поэтому ребенок тоже становится агрессивным и если сравнивать даже ну срезы которые были сделаны исследования 6-ти месячного ребенка и 2-х летнего по количеству связей в мозге так 6-ти месячный ребенок оказался умнее 2-х летнего осталось у ребенка 2-х летнего только 30% связей 70% исчезло потому что идет скармливание неправильно надо скармливать женским молоком у коровья конечно там у нее 6% жирность там и больше бывает а у женщин у них 3% всего но оно подходит ребенку на нем ребенок растет как на дрожжах вот на коровьем не очень-то были сделаны такие опыты когда поросят выращивали на молоке собак и поросяты вырастали как собаки они бегали охраняли территорию они дрались и кусались между собой они нападали на прохожих если те подходили к их территории то есть вели себя как собаки ну и фактически сейчас детишки они тоже ведут себя как быки или как коровы коровы же бодаются быки тоже там преследуют и прохожих на прохожих могут броситься ревность вот эта у них очень мощная ну и у детей то же самое скарливание у нас прекращается в год это неправильно скарливать надо все четыре года и вот этот период не надо заниматься полой жизни но у женщин в принципе нет менструации как правило но сейчас у многих уже появляется даже при скарливании а вот когда появляется менструация ребенок отказывается от груди потому что молоко становится невкусным и поэтому ну и говорят что там меняется там состав ну правильно когда женщина начинает продолжать вести половую жизнь то понятно что состав изменится у нас во время значит уже после революции значит было постановление что детей после рождения от матери отбирать и держать там их по два-три дня там кормить их черти чем а потом только отдавать матери ну якобы для того чтобы роженица отдохнула на цвист это было сделано для того чтобы во-первых прерывать связь с матерью а во-вторых первое молозиво которое выделяется из груди матери оно передает все наработанные родом то есть всех всех поколений материнских поколений иммунными знаниями о всех микробах с которыми как надо бороться и это было сделано потому что якобы у нас много народу и надо сокращать вот поэтому необходимо чтобы ребенок обязательно после рождения припал в груди матери дело в том что вот у нас рождение на же повитух сразу всех истребили как класс как дворянский класс точно так же повитух и вот повитухи они во-первых ну знали как что сейчас кстати возрождается это движение радостно что это происходит повитухи например ну вот когда опять же неправильная поза использовалась сдвиг значит эти влагалища в сторону живота произошел у некоторых женщин вообще настолько сдвигать и тем более придется по наследству что половой акт сзади невозможен именно потому что использовалась и матерью и бабушкой вот эта вот христианская поза а правильно понятно что ее презирают и многие женщины даже не представляют что можно так делать и отказываются от нее но я беседовал беседовал с мужиками на эти темы так вот чтобы вот этих вот вещей не происходило кормление до 4 лет нормально у некоторых кормят до 8 лет ну и в действительности если ребенка вынашивали 18 месяцев и 18 месяцев это же полтора года практически был половой акт понятно что больше его не захочется сейчас именно из-за того что у нас половой акт очень короткий приходится мужчинам делать этот акт часто вот поэтому все тем более делаются неправильно и понятно что семьи рушатся таким вот способом когда вот истребили у нас повитух женщины стали обязательно чтобы они рожали в роддомах если она родила дома но это уже все ничего не получишь никаких документов ничего а почему опять сделали нашу библию именно в 1905 году записали чтобы женщина рожала в муках до 1905 года такого маразма не было в библии но библия она все время меняется это понятно во-первых женщина должна рожать на корточках и тогда рождение ребенка там минуты у нас же когда женщину кладут на спину и заставляют тужиться она должна ребенка вытолкнуть силой своих мышц промежности вверх то есть преодолеть силу тяжести ребенка ребенка и еще побольше чтобы его вытолкнуть понятно что рожать растягиваются на часы а в некоторых случаях да сутками сутками 48 часов это еще не рекорд в некоторых странах например Голландии там разрешили женщинам садиться на корточки даже у них специально есть такой стул с отверстием на которое она может сесть и спокойно разродиться но у нас все еще продолжают как правило издеваться над женщинами причем если на руженицу орать а это сплошь и рядом ребенок не идет боится не хочет причем ведь дети вот их самосознание оно такое же как и в возрастном состоянии они они понимают все потому что они пришли из прошлых жизней у них интеллект и знания еще сохраняется когда он родился но он просто недоношенный поэтому ему трудно все это реализовать и он забывает со временем все помнил и знал но в утробе он все помнит например приводит такой случай у женщины она рожает и у нее начинается кровотечение маточное и ребенок он не выходит он задерживается и закрывает своим телом своим маленьким тельцем это кровотечение ну потому что вы знаете что кровотечение особенно внутреннего трудно остановить он как правило заканчивается смертью роженицы вот ребенок ценой собственной жизни он закрыл это кровотечение потом все-таки врачам удалось его вытащить вот из пасти и роженица таким способом была спасена тоже то есть ценой собственной жизни ребенок спас мать ну его все-таки спасли и это осознанно когда у женщины все-таки произошло смещение но сейчас у многих смещение этой отверстия влагалища к пупку то в общем-то матка из-за этого изменяет свое положение она так обычно горизонтально находится и это ее правильное положение когда она поднимается кверху ребенок развиваясь в матке он всегда находится к выходу головкой и он находится в позе эмбриона но если она поднялась ему приходится стоять на голове из-за этого начинает крутиться это тоже еще одна из патологий но вот по начинается вот это вращение ребенка напрягается негодиция у женщины и надо обязательно перед тем как рожать их расслабить тогда возникает нормальное положение ребенка и он уже не крутится он готовится к рождению у нас же институт повитух был уничтожен всех застали рожать через роддома а роддома были созданы только лишь в 19 веке для проституток именно созданы для того чтобы они не рожали их заставляли ложиться именно никак у них же не было повитух вот их заставляли ложиться и мучиться чтобы ребенок сразу получал там и травмы и так далее у нас вот в отношении полов очень много извращений связанных с традициями например традиция свадеб когда до революции там точно было когда встречали молодых встречали хлебом с медом и мазали губы они целовались и все кричали сладко сейчас встречают хлебом и солью и кричат горько это это главная ошибка дело в том что рождение семьи когда там ну вот все эти традиции фата там допустим платье подарки все заблаговременно родственниками оговаривалось кто что дарит кто что делает для того чтобы молодые ни в чем не нуждались вот не было там сыпать мелочь и подметать потом потому что все время будешь побежаться не было там украсть невесту и выкуп за нее брать все время будешь терять жену ты ее все время будут воровать тем более нельзя было фату брать на прокат или продавать фата это судьба когда в какие-то сложности женщина могла достать фату подумать о своих печалях и радостях и мир в семье возобновлялся поэтому соль ввели например когда она вообще у нас не было соли в традиции в питании она была введена в 19 веке вот все солеварни они вот старых нет солеварин они все новые потому что у нас в 19 веке была ядерная именно война она произошла в 1820 году когда был пожар в Москве описанный несколькими неизвестными художниками в том числе Верещагином горели каменные здания вот каменные здания от простого пожара горит не будут внутренне загорит да если там есть дерево пластик или еще что-то вот камень не горит для того чтобы горел камень это нужно тысячи градусов а тысячи градусов у нас как раз в ядерных взрывах после этого ядерный взрыв он же распространяется не только вдоль поверхности земли он и вверх распространяется выкидывает огромные массы воздуха у нас давление из-за этого упало у нас еще вот опыт это речели когда были по определению давления вот у него было 1400 миллиметров то есть две атмосферы а сегодня у нас там 760 ну 760 это мое время сейчас 740 то есть за счет вырубки лесов давление еще упало вот когда упало давление клетка перестала нормально впитывать в себя питательные вещества нужна была соль соль которая увеличивает проницаемость тканей ну и болотчик клеток понятно что соль пришлось вводить в наше питание поэтому соли не было всегда был мед ну или то что мы сейчас нектаром называем но сейчас таких пчел нету так сейчас и этих пчел истребят с помощью этих выше 5G которые только в одной Европе 80% уже уничтожили насекомых но у нас тоже они естественно уничтожены опять же они всех уничтожают и людей в том числе когда проходила свадьба по деле прославного обряда приезжали люди в кожанах и расстреливали всю свадьбу вместе с молодыми гостями и вот внедряли этот католический обряд сейчас свадьба все идут по католическому обряду ну и у нас после собственно говоря революции когда произошло объединение шести конфессий существовав до революции и вот этот Веденский который возглавлял эту обновленческую церковь но ее назвали обновленческой вот она в общем-то была уже чисто католической потому что конфессии которые у нас были у нас там были истинно православные и копты и ариане и католики но победил католический обряд в этом объединении хотя никто не хотел объединяться не Тихон там не митрополит которые ярко выступили но их убрали быстренько вот и поэтому в общем-то начали внедрять вот эти вот зверские антиобряды ну например до нас как бы дошло описание римского обряда когда молодых провождают в опочивальню вот и в опочивальне посыпались цветами лепестков лепестки роз обычно то есть умирающими цветами а вот в фашистских лагерях смерти там когда загоняли в баню ну там было мужское отделение женское отделение и вот когда пускали газ отравляющий людей там стенка подымалась убирала стенка и мужчины и женщины они чувствовали что смерть они ступали в полную связь и вот именно умирали в экстазе то есть в оргазме это было сделано специально чтобы проклясть этот обряд обряд но рождение и зачатие ребенка это тоже можно рассматривать как обряд у нас опять же и после революции в какой-то степени вот отношение полов сохранялось и сохранялись такие традиции как милование милование это обычно по субботам делалось но я их помню потому что у нас у меня бабушка девушка в Ступино там не сама в Ступино там рядом в Ступинском районе и вот по субботам нас детей они выгоняли и там они разбирали полеты но не так что ты во всем виноват или ты там виноват они вот именно пытались решить все вопросы все напряжения которые были потому что со временем если мы не убираем эти все напряжения они растут потенциал и в конце концов приводят к разрушению чтобы этого не было чтобы семья сохранялась этот обряд милования надо обязательно вести и у нас была традиция мужского и женского дня ну мужское это нечетные четные уже женские когда мужчина и варил и готовил и убирался по дому ну и у нас не было деления мужская и женская работа это сейчас сделали деление потому что когда человек готовит пищу особенно да он передает эмоции свои если он любит то эмоция передан переданная своему супругу или супруге она накапливается с этой накопленной эмоцией другая половина варит готовит пищу передает но она уже увеличена чуть-чуть получается своему супругу или супруге у него тоже накапливается что-то и он опять вот этот процесс туда-сюда приводил к накоплению больших потенциалов когда все становилось возможным и вот у нас каббала это в принципе волшебная вещь каббала современная каббала понятно что там так обо всем и ни о чем а вот чтобы результаты были у нас для этого были божественные вот эти состояния я на них не специально не заостряю внимание потому что это длинный рассказ вот но они именно божественные бог может все и у нас смотрите в русском языке сохранились такие например метла вот это который мы мели но есть еще метелка понятия а вот метелка которая мела сама или например ложка ложка современная до революции грели хлебала и хлебалка вот хлебала когда мы ели ложкой а хлебалка когда ложка нас кормила ну вспомните вечера на хуторе близне каньки гоголь не придумывал он описывал то что видел реально когда у него галушки сами летели к нему в рот это было только за счет того что были сильные потенциалы людей у нас вот даже вот поводки да вот до революции но еще в девятнадцатом веке там такие шкали двухлитровая бутылка здоровая сейчас если мужик выпивает бутылку но он труп но есть правда я знал таких которые выпивают ящики ничего вот таких редко в основном средний потенциал это раньше тоже они выпивали им еще было мало 2 литра это все говорит о том что потенциал резко падает и падает потому что мы в принципе не занимаемся его увеличением и прежде всего из неправильных полых актов потому что когда раскручивание идет ведь римская пословица которая после совокупления всяких зверемрачен да у римлян была такая пословица мы думаем что они сразу делали все неправильно а вот правильно когда идет то есть наоборот все больше и больше потенциал рос и его копили во всех случаях поэтому легко было оживлять предметы ну для Бога что значит сделать такое простое чудо хата например да у нас же было крыльцо крыло а крыльцо это же слово крыло вот хатка к это вообще приставка которая оживляла у нас дело в том что когда букву ха убрали не гэх и у нас и к стало и г стало ага нету и у нас много слов они появились там ножка там например да они они уже как бы не относились к тем чудесным вещам вот или например ступа где толкут там зерно или еще что-то да вот но и ступка на которой летали к потому что это признак оживления когда вдохнули в жизнь и у нас вот ну говорят там аполлонитянский сделал значит робота женщина которая открывала двери там сервировала стол там и все прочее это оживление кукол это нормальные явления когда в человеке есть потенциал вот у половых актов 12 целей помимо того что главная цель рождения бога есть цель например рождение дарала дарал это когда происходит совокупление именно без зачатия в этом случае выделяемая выделяемая человеком женщиной и мужчиной энергия она складывается и получается дарал мы его воспринимаем как домового как правило он выступает как хранитель домашнего очага если вы начинаете ругаться между собой он как правило себя проявляет он чем-нибудь кинет или значит это что-то там начинает греметь что-то там начинает шуршать он проявляет свое недовольство и вот дарал получается тоже когда вы делаете все правильно когда вы это делаете постоянно дарал может превратиться в джина который уже будет осуществлять ваши все желания в сказках это явление тоже описано а оно все на поверхности и в тантре которая в принципе лапша на уши для нас и есть сохранились сознания которые нам не дают и вот опять же в русской глубинке вот в этих летних домиках там были корзины подвешенные кверху без дна это когда мужчина и женщина совершали половаку таким способом там корзина она слегка вращалась женщина садилась в корзину мужчина под ней и вот слегка вращение или вот эти вот движения с помощью простаты то есть не было никаких вот этих вот впихиваний все было очень тонко поэтому люди доводили себя до очень высоких состояний в которых происходила связь с божеством с богами ну а когда такая связь устанавливалась бог в нас мы на этот период становились богами поэтому это и считается что путь двоих это самый короткий путь к богу на этом на этом я пожалуй закончу хотя можно еще говорить еще и говорить сейчас мы с вами сделаем перерыв после которого я отвечу на ваши вопросы ну продолжим наш вебинар с ответов на вопросы расскажите пожалуйста подробнее о грудном кормлении ребенка и сейчас встал вопрос для старшего ребенка вопрос школы на взгляд какое обучение более ценно вообще призывательная школа и социум или же альтернативное домашнее обучение у нас в общем-то пытаются я не знаю сейчас как они сделали не сделали но в прошлом году они пытались объединиться несколько семей продвинутые родители и заниматься по программе именно жреческого образования а жреческое образование оно отличается от нынешнего тем что детишек развивают у них во-первых органы которых нет чувств которых у нас нет но там чувство мерия там глазомер там яснослышание но их больше 30 где-то всех этих потом значит вспоминания прошлой жизни вот тоже делается и навыков тоже делается ну и дальше значит там развитие вот тонких тел вернее у нас оболочки есть тонкие там и астральная и ментальная они они все оболочки надо их превратить тела вот они тоже этим занимаются математика там предметы всякие в общем-то их их же можно пройти за один год все десять классов как в школе щетинина а вот обрести навыки вот эти все их требуется там не один год чтобы знать и уметь совершенствовать что-то уметь поэтому я вам рекомендую вот объединяться с такими людьми объединяться с теми кто хочет своим детям дать нормальное образование потому что образование это вояние образа образ вояние вояние образа это создание образа а это вот как раз создание тонких тел образование у нас было просвещение вот просвещение это тоже связано со свящей. Свящая это одной из тая стрели православных проникновение в свою прошлую жизнь. Это делается через сон во сне. Вот ты от таких вот несколько засыпаний во сне в конце концов выходишь на уровень своей души. А душа помнит все свои перевоплощения и прошлые жизни. И жизнь на том свете. Вот теперь по поводу кормления ребенка. Его же очень быстро приводит на трех или четырехразовое питание. Вот этого делать не надо. Потому что ребенок как захотелось, так его и кормить. И если он ест 24 раза в сутки, ну значит 24 раза даже мужчина должна кормить его. Но старается быстро поменять ему. То есть поставить, сокращая. Но обычно сейчас уже дети рождаются, они больше 12-14 раз не едят. Вообще он каждый час должен. есть. Вот. Сокращает до четырех. Вот это приведет к тому, что у нас потом случается беда с желудком и вообще с пищеварительным трактом. Что касается вообще образовательной школы, ну не выдерживает критики, особенно последние. ну например у нас помимо оценочной системы была отметочная система. Она заключалась в том, что детишек учили радоваться за успехи других. Когда человек порадовался за чей-то успех, он притянул его к себе. Когда он позавидовал, он оттолкнул его от себя. Поэтому очень важно отмечать успех каждого ученика всем классом, всей группой. Если защита от 5G. Вообще защита может быть только стимуляция восстановительных свойств организма. Это когда мы используем систему Магомета. То есть четыре дня едим, а два дня голодаем. Причем голодаем не просто там делается чистка. Дело в том, что у нас согласно опять же старинным легендам наши предки жили на горе Меру, пили нектар и ели амброзию. Вот амброзия это же абразивный материал. Таким абразивным материалом могут быть стебли, например, растений. То есть это мочалка. Вот мы мыемся каждую неделю, желательно, ну кто два раза, стоит три раза в неделю. Вот. А мы же внутренности не моем. Мы вот едим, едим. Печень к 20 годам ссадим полностью. После чего у нас начинается старение. Потому что рост прекращается. А рост прекращается, потому что печень забивается полностью и перестает вырабатывать вырабатывать гепарин. У печени, ну кто знает физиологию, учил, он знает, что у него более 500 функций. Одна из них, из основных, выработка гепарина. Гепарин это вещество, которое, проникая в клетки, восстанавливает ДНК клеток. Поврежденные клетки она все омолаживает. В 20 годах гепарин перестает вырабатываться. С этого момента начинается старение организма, которое растягивается на 40-50 лет. Но если вы чистите и печень, и два дня, тем более вы не едите, особенно если вы еще и не пьете. Ну к этому сразу, конечно, не надо переходить на сначала. Настроить этот цикл. Просто там на воде, на соках живя эти два дня, потом уж голодать, и потом уж и не принимать воду. Когда воду мы не перестаем принимать, мы освобождаем почки для самовосстановления. Самые маложивущие клетки это в почках. Они живут часами. А вот самые долгоживущие это нервные и мышечные. Они живут столько, сколько живет человек. рассказывается об оккупации планеты и о подготовке людей к переходу. Насколько можно доверять такой информации? Но когда нам говорят о переходе, но уже в тонкий мир хотят перевести, то это уже настораживает. Но в тонком мире мы ничего сделать с этим миром не сможем. поэтому дают, наверное, правильную информацию. Но, как всегда, потом что-нибудь такое скажут, что хоть стой, хоть падай. Как вы относитесь к Трехлебову и его учениям? Ну, как бы у него учение это это то, что он в общем-то подчеркнул из буддизма. Там много у него нормальных вещей. В буддизме очень много нормальных вещей. Но там главная ошибка, что все твои поступки, ответы за них будешь держать в следующей жизни. Это было специально сделано для того, чтобы в этой жизни человек жил, как хотел, творил, что хотел, а отвечал в той жизни следующей, когда он ничего не помнит. Ну, и смысл этого наказания-то теряется. у нас была Карна, богиня, которая отвечала за такую теодицею, теодицея-то божественный канон, сделал, получил тот же, украл, рука отсохла, оскорбил кого-то язык, ну, легкое оскорбление типа он, сильное оскорбление, значит, тоже отсох. Ну, у нас иногда говорят, что язык отсох, то есть, они поддерживали еще эту теодицею, то есть, божественный канон. Существующие в данное время традиции тела умерших зарывают землю, они сжигают, как данный факт захоронения тела влияет на реинкарнацию душ умерших, взаимоотношения между умершими и живущими в яве родственниками и в каком объеме. Это же было введено, когда у нас восторжествовало католичество, у нас людей сжигали, если они решили идти на перевоплощение. А вот закапывание и причем там бальзамирование было специально, то есть, для того, чтобы как можно дольше не перевоплотиться. И вот первое кладбище, а люди были бессмертными, первое кладбище на земле было сделано в Гизе. Там, если вы посмотрите, этих трупов очень много, причем там есть места, где нам не показывают, там люди обезьяны, это анты, там и песеглавцы, там и люди птицы, тоже забальзамированные лежат, там и люди бычеглавы, и бычеглавы, все завоеватели земли, их было 19 походов, там присутствуют, даже присутствуют кентавры, кентавры, ну, это когда круп, лошадь, а торс человека, и еще, значит, там, мои друзья, они попросили показать им, точно не показывают туристам, но им показали, и там даже им показали человека в скафандре, забальзамированного, закрученного, вот, а это сделано за тем, что пока тело не разложится, человек не может воплотиться, а если он долго находится на Довом свете, душа теряет потенциал и уже не может воплотиться, вернее, надо же в кого-то воплощаться, в человека, а не в кого, долго лежало слишком, род уже изменился, им приходится воплощаться и в животных, и в деревья, вот мадрагора, да, растения, у него корень часто похож очень на человека, бывает даже два корня, мужское и женское, я видел, вы можете посмотреть, в интернете есть вот эти все фотографии, вы удивитесь, насколько интересно это растение, советские монастыри являются хранителями знаний или это очередной миф, да, конечно, миф, вот Рериха дневники опубликованы миасским издательством, вот эта книга сейчас библиографическая редкость, но я ее в свое время купил, прочитал, и он в принципе говорит, что религия, которая там существует, это религия Абон, это сон, невежество и суеверие, которые немедленно надо закрыть, в чем смысл жизни наших захватчиков, пришельцев, других миров, и для чего создали такое многообразие миров, галактики и вселенных, но это не к нам вопрос, естественно, смысл жизни наших захватчиков, они же нас на мясо в основном используют, то есть как питательный груз, они так нас и называют, питательный груз, для экспериментов, естественно, и у нас ведь 7 чудес света, и одно из чудес света логос, который может управляться только человеком, потому что у него правильно расположены точки управления этим логосом на теле, их 2000, на сегодняшний день насчитывается, и они пытаются получить смесь, то есть помесь метисов, смешивая наши землян с инопланетянами, чтобы было такое же количество точек, роль Сталина в истории России, но вы представляете, ведь когда попадаешь на тот уровень, думаешь там все перевернешь горы, то сделаешь, все сделаешь, ничего подобного, тебе сразу приходит, ну вот я могу про Путина рассказать, когда он только что пришел, ведь заслуга Путина в том, что он не дал распаться России, на много составляющих, как в принципе было задумано за кулисой, вот, он стал строптивым, хотя про него сейчас много что говорят, но надо смотреть лучшее, что есть, на это не обращать внимания просто, он не дал распасться, ну и что, к нему пришли в самолет, и в принципе у него там была охрана, когда они садились в этот самолет, охрана была вся мертва, самолет под большой охраной, то есть его заставили потом делать то, что он должен делать, а не то, что он хочет, и поэтому мы можем говорить о том, что наше правительство, абсолютно все Соединенные Штаты Америки, Франции, Англии, наше правительство, израильское правительство, японское, они делают не то, что хотят, а то, что их заставляют делать, как только они сбрыкиваются, им показывают свою силу, не понял дальше, но тогда самое простое, это пульс Денура, ну, когда ты умрешь, там, ну, более-менее естественно смертью, что бы он не хотел делать, все же было бери по рукам. Мы думаем, что Сталин там репрессии организовал, репрессии организованы были, во-первых, по всему миру, не только в России, в России это было откровенно, в других странах это было все втихаря, втихаря убивали профессоров и учителей истории, втихаря убивали инженеров и изобретателей всяких пахальных открытий, втихаря убивали всех, кто что-то знал о старых традициях, кто знал православие, убрали всех везде, но в России это было, во-первых, страна была огромная, там много было миллионов людей, хотя там говорят, что 130 было, было больше, но убрали ведь, вот например Питер, было 6 миллионов человек, убрали, сейчас только 4 миллионов достигла цифра, убрали все население Питера, и так многие города тоже убирали пачками, почему вот эти обозы были, о которых Солоневич тоже самое писал, ну потому что люди бежали от этого террора, от этого ужаса, говорят, что бескровная революция, да, бескровная, десятки миллионов погибших, и Сталин, когда там он стал, создавались эти лагеря, например, да, в лагерях кто был, ну говорят, что там евреи, говорят, что там латыши, китайцы, в действительности были захватчики, на кого они сваливали потом, и в кого они мимикрирули, в китайцев, евреев, там, все вот эти ужасы, которые творились, нормальный человек делать не может, потому что у него есть все равно и сострадание, у него есть душа, а у них нет, у них этого нет, они как роботы, или возьмем того же самого Хрущева, он решил изменить, ну и что, сразу же возник дефицит хлеба, везде же съели кукурузу, ну он сказал, что кукурузу это хорошо, вместо хлеба посеяли кукурузу, а наши люди не привыкли есть кукурузу, они привыкли есть пшеницу, это было повсеместно, ну и что, Хрущев долго усидел что ли? Ну да, он там, он проиграл в принципе войну 56-го, 1956-го года, вот вынужден был отдать Аляску, потом сочинили этот миф про Екатерину якобы она была на сто лет, вот, сто лет уже давно кончилось, давно бы было пора ее вернуть, то есть даже миф-то придумали неправильный, сказали бы на 200 лет, на 300, то на 100, вот, Сталин лавировал, естественно, он, в общем-то, смог вывести нашу страну передовую, в общем-то, ядерную державу, где каждому был обеспечен дом, работа, квартира бесплатно, образование бесплатно, медицина бесплатно, все это осуществлено, недавно прошла информация, что камеры МКС зафиксировали космические корабли инопланетян, массово покидающих Землю, что это фейк или правда? Да нет, это не фейк, дело в том, что у нас в 2011 году изгоняли с земли рептилий. И вот на смену им пришла какая-то цивилизация, которую мы не знаем. У нас был, ну, был контакт, связь с веганцами в свое время, но веганцы потом почему-то покинули, но нам сказали, что они покидают Землю и свои базы здесь оставили, улетели. В 2011 году были вот эти вот подземные гулы, их было больше, ну, в местах это больше 1300 где-то так вот подземных городов, откуда эти рептилии были изгнаны. Причем в этих городах там не было ни тропов, ничего, то есть, ну, просто пустые города. Они потому что покинули, их оттуда выкурили вот этими гулами. Ну, кто слышал, было противное, конечно. И вот сейчас снова стали гулы. И опять в этих же городах, в этих же местах. Поэтому они вынуждены покинуть. У нас луна недавно исчезла, потому что оттуда тоже выкурили. Там как раз вот рептилии оставались. Вот. А кораблей пришло много. у нас немезида, да, она в мае прошлого года была взорвана. Вообще, взрыв был на всю Солнечную систему. А количество обсерваторий у нас резко на земле, на всей земле резко сократилось. Солнце Пулковское обсерваторие закрыли, в Австрии закрыли, в США закрыли. повсюду закрывают обсерватории. Вводят эту плоскую землю везде, то есть вводили, лучше так сказать. А это как раз вводили для того, чтобы доказать, что земля неразумная и нас можно захватывать. Нам всегда насаждают, что инопланетян нет, земля плоская, все, что построено здесь на земле циклопического, да, это все инопланетяне сделали, когда мы находим какие-то артефакты, это все инопланетяне сделали. То есть люди, которые это все говорят, они не понимают, что они демонстрируют свою неразумность, потому что это сделали все наши предки. Мы всегда жили на этой земле, и в прошлых жизнях, и в этих жизнях. И это все мы делали, никакие не инопланетяне. Семь чудес света, которые были у наших предков, это все сделали наши предки. И мы тоже тогда, когда жили, тоже участвовали в создании этих чудес света. А сейчас, когда говорят инопланетян, нет, солнце это вообще лампочка, звезды это кристаллы, ну и прочий маразм. Понятно, что что с нами делать? Можно захватывать и освобождать землю. И вот мы, когда вот этот лог развернуть пытались, и нас сразу же приземлили, да, то есть начали все смерти, и тех, кто пытался уступить, и те, кто это все организовал, то есть мы не сами, а наши родственники ближайшие, причем ближайшие родственники у всех умерли одновременно, то есть нам дали понять, что мы не туда полезли. Но тем не менее, в 15 году, в 2015 году, ВОК, как называлась эта организация, была принята в космическую коалицию, и все, кто в нее вступил, ВОК, оказались в космической коалиции и под ее защитой. И вполне возможно, что сейчас, когда мы начали читать молитвы требы, мы в принципе призвали эти полицейские войска Содружества Галактического и очень даже может быть, что нам помогут в данном случае освободиться. Почему у меня такая уверенность? С одной стороны, конечно, говорят, что якобы все-таки вот это опять же оно блокирует прохождение наших посылов в космос, то есть нас не слышат. Но я уверен, что если нас будет миллионы, и мы это делать будем одновременно, то никто нас не сдержит. Никакие 5G ничего. То есть мы прорвемся расскажите, для чего закрывают зеркала после смерти в доме. Ваше мнение по этому делу. Да чтоб люди не пугались. Раньше же были серебряные зеркала, сейчас они алюминиевые стали. А душа она отражается в зеркале. Вы ее можете не видеть, а в зеркале можете увидеть человека, умершего человека. Зеркала в коридоре параллельны друг к другу, в них введен коридор. Стоит ли опасаться чего-то или нет? Конечно, пройдите и можете исчезнуть. Подскажите, пожалуйста, что делать женщинам, которые делали аборты? Можно ли помочь душам нерожденных детей снова родить? Хотя это, конечно, не выход для наших сегодняшних условий городских. Но если переедете на природу в деревню, там можно будет рождать таких детей. вопрос кабалистического учения о древе сефироте. соотносится с нашими дреллеров или прославными знаниями? Да никак. У нас видите, смотрите, что такое каббала? У нас остались слова выкабениваться, кабель, кобыла. Ну сейчас это все относит к животным, да, но в деятельности каб, коп. И вот кобальт, например, да, у нас кобальтов резко не хватает у всех, потому что он связан с камбалой, он связан с голубой кровью, он связан с божественностью. Коб, если прочитаете обратно, Бог. И вот Бог у нас, да, потому что у нас дети, когда они правильно развивались, божественное было развитие, они не шли по родовым путям, они не выходили через Бог, потому что у них это была не первая жизнь, и они были на очень высоких уровнях. Сейчас же дети у нас не выходят через Бог. Если женщина совершает самоудовлетворение, влияет ли это негативно на нее с энергетической точки зрения, а мужчина вернулись, что самоудовлетворение это сливание своей энергии впустую. ну, вообще, сегодняшние сексологи, ну, я, в всяком случае, встречал такую интерпретацию, что если женщина или мужчина совершает половой самостоятельно, в одиночку половой акт, то лучше всегда иметь образ, с кем это делается. Ну, во-первых, возможно, потом и произойдет, а во-вторых, вы не сливаете эту энергию куда-то в это все, отдаете тому, с кем вы это делаете. Я не поняла, если мужчина и женщина вместе выношали ребенка 18 месяцев, значит, они не работали все это время, наоборот, работали. У нас ведь, смотрите, четырех руки там описаны, и нарисованы даже в индийских этих сагах. И боги все четырех руки, иногда двуглавые, ну, по-всякому рисуют, но это в действительности андрогины и друзья. А потом, видите, эти работа, ну, у нас сейчас мы говорим работа, там, у нас вообще работа ботать. Вот на языке фени это в действительности общаться с богами, ботать. Ну, последний, вот, там, если проследить внимательно, вот этот сленг тюремный, да, он очень сильно менялся, именно смысл менялся. И сейчас ботать просто говорить означает. Вот. Работа, она как раз осуществлялась по субботам. и суббота как раз была когда ботали. Потому что суббат, правильное название этого шестого дня, суббат, с батаним. И у евреев до сих пор почитание субботы. Это правильно. Потому что православные тоже самое. кстати говоря, я не сказал, что у нас православных обрезание отменили только после революции. До этого тоже обрезали. Но именно потому, что не было вот этого склещивания совместного вынашивания детей. А вынашивали 18 месяцев, потому что ребенок приобретал качественные еще божественные способности и возможности. Он же сразу мог говорить. Сейчас рождаются дети, которые могут говорить, но их тоже залечивают. Рождаются дети, которые могут говорить с животными, с растениями, которые ждут тонкие миры. дети многие видят тонкие миры, если с ними играют с этими сущностями. Особенно они любят играть с домовыми. Вот. У нас здесь смотрите инструменты, все инструменты и музыкальные инструменты имеют одинаковое название. раньше у нас не было слесарных, токарных и прочих инструментов. У нас были все музыкальные инструменты. Ими работали. Вот. Вояли с помощью воя. Зодчество творили с помощью задения. У нас потому что было халдейство. Правильно галдейство говорить. Но сейчас халдейство говорят. Халдей это те, которые владели голосом. И голосом могли делать все. Поэтому то, что мы называем работой, работал голос. Мы озвучивали, например, луга. Мы орали. Вот орала, но сейчас говорят, что это плуг. орала это наш речевой аппарат. Это рот, который издает звуки. И мы как раз призывали семена. А семена это семя. Это от имени. От слова имя. Семя. Ну или семя. Правильно. Мы призывали эти давали уперех имена этим семенам. А потом призывали их давать быстрые сходы, точные плоды, быстрейшие созревания. Вот. Все это мы проорровывали. Ну сейчас орала сделали плугом. у нас и лук, которым стреляли потом друг в друга, он был сделан с поющими стрелами. И стрелы, когда они летели, издавали звук, они озвучивали эту площадку. Лук озвучивали. И лук, который для стрельбы. У них даже корень практически один тоже. Только тот лук, а такой он лук. А поле, которое мы сейчас говорим, что это поля там, от слова поле много. Поле это когда леса, кустарники, вот это поле. Потому что лес это то, что около села. Лес обратно читает село. А поле это которое за лесом находится. И оно не пустое. Оно все засажено. Получая знания, не хочется детей учить школьным уроком, забиваем им голову всякой шнягой. Как бы свою школу создавать? Мы в принципе можем организовать систему общин, у которых своя культура. я имею ввиду древес православная культура, которая в принципе была и у титанов, и у атлантов, и у исполинов, и у эликанов. Вот у всех в принципе древес православие вообще оно во вселенной. Потому что это база наука. Она в общем-то называлась тривия. Потому что древес православие это лишь ну в основном духовностью связано с тонкими там телами. А тривия она вообще со всем связана. Вот принципы там были. И вот тривия в отличие от науки она не объясняла мир, она его создавала. Потенциал ворует? Конечно. А как же в дореволюционное время в семье было по 10-12 детей? Если половой акт длился 18 месяцев, кто внедрял зверские обряды инопланетяне? Зачем? Чем грозит не грозит ребенку появление на свет через кейс сревосечения? Внук был так рожден. и что делать, чтобы в его жизни все было хорошо. Но раньше не было постока детей, потому что после рождения ребенка, ну представляете, 18 месяцев половой акт. Но после этого, я думаю, в течение нескольких лет кому-то захочется вступать снова в половую связь. Вот. Поэтому были качественные дети. Ну а вот когда пришлось вводить совокупление, то есть когда женщина одна потом вынашивала ребенка, понятно, что это было нужно для того, чтобы восстановить человечество. Потому что после потопа погибло очень много во времена вот Александра Македонского, ну или Александра Македонского, это в принципе одно лицо, когда значит погибло все войско во главе с самим. Ну у него Симонав дали православное имя было. Вот. И женщинам пришлось значит восстанавливать все. А они были вот эти вот законы это вводило как раз Александра Вячеславовна, супруга Александра Невского, ну или Симонава. Она ввела, во-первых, разрешила Гарему. Гарем от слов горе. То есть иметь ну по 300 жён. Ну то у Владимира было 300 жён и 2000 наложниц. Ну разные источники разные приводят, но 300 жён это то количество женщин, которые в принципе может обслуживать мужчина за год. А вот наложницы они ну мы тоже думаем, что это ну как нам рассказывают, что это вот рабыни такие были. Наложницы в действительности коммуналона наносили семя для того, чтобы она забеременела. И вот именно в это время, когда в основном были женщины, это собственно говоря период амазонок. Амазонка это не та, которая отрезается и грудь, как нам рассказывают, для того, чтобы удобно было стрелять звук. Амазонка это женщина Ама, это уже она родила, она вырастила, и она уже может быть воином. А зонка, зонка это боевая песня. Амазонка, ну раньше воины же были все магические, чудесные, волшебные, связанные со звуком. И получалось, что амазонки это временное, так сказать, явление, которое было внедрено из-за того, что не было мужиков, и воевали женщины и воевали дети. вот, кстати говоря, песня солдатушки браво ребятушки вот некоторые мужчины когда слышат эту песню, они плачут, не понимают почему. Но потому, что когда они были детьми в той жизни или в той жизни, вот эта песня она оттуда. То есть ребятушки это маленькие детишки, маленькие воины. Поэтому пришлось потом убрать совместно вынашивание детей и детей вынашивали быстро за 9 месяцев. Но они понятно были недоношенные, недоделанные, лишенные парных органов. Но зато их было много. и они могли уже выступать. Дети они выступали. Они кстати плевались трубками, в которых был заложен пуль и они и стреляли в глаза. Обычно все закрыто, только щель, и попасть в эту щель надо было. И детишки стреляли наравне с матерями с матерями И вот почему у нас князья в три года становились воинами, в четыре года становились воинами. Тоже как раз тот период, когда дети уже начинали тоже оказывать сопротивление. Ну, а через кесарево сечение, но в принципе просто как бы обычно связь с матерью, как там говорят, нарушается, но я, честно говоря, не вижу причину этого нарушения. Все-таки с этим связано нарушение, я имею в виду именно воспитание, именно сколько времени посвящается ребенку. Можно передать ссылку на этот вебинар дочери, ее мужу пока не поздно, а еще молодые. Да, передайте. Я вообще думаю, что вот эту информацию можно выпускать в народ, потому что, ну, я говорю, вот эта безграмотность в этом вопросе, она приводит к тому, что мы в общем-то вырождаемся. У нас вот смотрите, вот извращение, откуда они пошли? Извращение. Ну, потому что, когда захватывали какой-то народ, страну, вот мужиков перебивали всех, а женщин делали рабынями, они обычно были сексуальными рабынями, ну, вот пошли всевозможные извращения, опять же, половые акты совсем не в то место, в которое нужно, то есть, анальный секс, оральный секс, это вот сейчас, вроде как бы не опасно, раньше, когда был сильный потенциал, этого, если это и случалось, то, как правило, это кончалось смертью женщины, потому что, оральный секс, он может вызвать рак щеки, неба, языка, горла, или вообще, может, захлебнуться женщина, вот этой статистики ведь нет, а это происходит, и достаточно часто, причем, там же получается как, у нас сперматозоид, он нацелен на то, чтобы оплодотворить, и он оплодотворяет все, что попадается ему под руку, если есть хоть какие-то поражения во рту, сперматозоид оплодотворяет соматическую клетку, половая клетка, она имеет половину набора хромосом, а соматическую имеет двойной набор хромосом, сперматозоид он тоже половину имеет, как яйцеклетка женская, но он оплодотворяет соматическую, проникает в нее, и она начинает делиться, но не уже тройной набор хромосом, она не такая, но вот лейкоциты, но те, которые следят, чтобы не было никаких отклонений, они ее воспринимают как свою, а она делится, поэтому и рак, поэтому опухоли, поэтому и смерти. Или анальное сношение, это то же самое, рак прямой кишки очень частое в действительности заболевание, и среди мужчин тоже, потому что у нас мужеловство оказывается, очень сильно процветает, и когда нам говорят, что у нас все делается через зад, так это в прямом смысле, потому что у нас рептилии, у них что у мужчин, что у женщин, у них клоака, в отличие от нас, у женщин все-таки, у наших женщин произошло разделение анального отверстия и вагины, а у них все вместе, поэтому им без разницы, куда совершать половой акт, в анальное отверстие или в вагину, но они предпочитают анальное отверстие, и то же самое, тоже приводит к раку, у нас ведь смотрите, в восточных странах, вот почему там такое вот, ну я бы сказал, неправильное отношение к женщинам, если не сказать больше, зверское отношение, женщина не может сесть с ними за стол, вместе пообедать, там поесть, она не может участвовать в беседах там, мужчин, мало того, что там в церквях разделение, ну в храмах разделение на мужское женское, это причем не только у мусульман, это и у буддистов и у многих других там направлений в индуизме, вот женщина бесправна, она только работает с детьми, и по дому. Вот это отношение к рабыням, оно перенеслось потом и на жен, потому что этих дополнительных жен было много, не жена, а рабынь, вот, и вот это вот сохранилось многоженство мусульман, но не только мусульман, вот, оно тоже остаток того, когда было у нас, в общем-то, рабство, женское рабство, прежде всего, потому что мужчины долго не выдерживали, но женщины тоже многие, например, Елена Прекрасная, которую, значит, говорят, что якобы ситу похитили, в действительности похитили Елену Прекрасную, она же 20 лет провела в рабстве, ее никто не мог освободить, ее первый муж погиб, а брат его, который должен содержать не только ее детей, и ее, и она должна быть его женой, и второй брат тоже погиб, ее никто не освобождал, и поэтому Елена, она мстит мужчинам до сих пор, и кто, кто носит имя Елена, они хотят, этого не хотят, но они своим мужикам портят жизнь именно из-за имени, потому что мы повторяем судьбу имени мученика, которого нам дали. И вот в КГБ в годы советской власти если у мужчины жена Лена, его не брали, потому что не знаю, что жена не даст ему жизни. подскажите, пожалуйста, если изучать тамтру, то там говорится, что мужчина не должен выделять сперму после каждого полового акта, это ведет к потере его силы, так ли это? Но он не может выделять сперму, когда он в соите, потому что он там выделил, и в принципе они потом вместе внашивают ребенка, но половой акт продолжается, у мужчины вот этот как говорят в народе сухостой, он никуда не исчезает. Вот. Поэтому у него понятно, что и потенциал растет, потому что видите, когда рождается новый организм, это же требует силы, это же размножение, у нас ведь клетка, когда делится, она омолаживается, а здесь получается слияние и деление, уже многоклеточного организма человека. У нас ведь к таким вот вещам, например, как склещивание, например, у собак это происходит, вот, но у них член не имеет вот этого, головка у них не ласточкин хвост, вот, у лошадей, у собак, у слонов, у них этот признак исчез, это признак божественности, потому что у некоторых животных божественность еще сохраняется, хотя склещивание, может быть, уже и не происходит, потому что им сейчас не склестится, потому что они же поставлены на четыре кости, понятно, что для них соития уже невозможно, то, что вы говорите, вот сейчас это все делать нет смысла, то есть перебирать женщин, как там говорится, царица там закончить это перебирание, но это заканчивается, как правило, импотенцией быстрой, и у нас вот именно в половой сфере мы же верим всему, что нам говорят, мы же думаем, что нас не могут обманывать, а нас все время обманывают, поэтому с этим надо быть очень аккуратным, я выделил в спании человека черта, попрошайка из Румынии у него, колени наоборот и ходил на четырех конечностях зрелища не из приятных, но такие люди, они не только в Румынии, в Иране такие люди есть, ценнородность есть на четырех ногах, в Европе есть целые поселки, даже в Болгарии коленками назад, ну конечно, это уродство, но не уродство, это новый вид человек, вернее, вид-то известный, но нам нельзя о нем узнать, можно ли каким-то способом поправить измененную физиологию после неправильных половых актов, да может конечно, например, для того, чтобы у женщин восстановилась вот тургар, вагины и эластичность, можно позаниматься год, например, плаванием, моржеванием, тогда в общем-то восстанавливается, но не надо только потом растягивать снова. Подскажите, пожалуйста, кровь и молоков следует совсем исключить из питания детей или малых дозы, это не критично. Вот болгары они сделали из растений трав, сок идентичен материнскому молоку. Я вот хочу это давно получить рецепт, как это умудрились сделать, но пока у меня это все безрезультатно, может быть у вас это получится. Но это важно, потому что в некоторых вот кончается молоко и они перестают это значит кормить. Но кончается оно почему? Потому что женщина, когда начинает половую жизнь, молоко в действительности кончается. И во-вторых, еще один момент, когда опять женщина начинает когда кормит грудью продолжать половую жизнь, вкус молока меняется и ребенок сам от него отказывается. Поэтому надо подкармливать. Лучше, конечно, не ступать в половую связь, пока кормишь ребенка, чтобы ребенок не бросил грудь. А для этого надо, чтобы когда мужчина совершает своей ласки не трогал грудь. И у женщины не было связи вот этих удовольствий сексуальных с троганием груди. Грудь только для детей. Конечно, предпочтительнее молоко коров, козье молоко. Но где его сейчас возьмешь? Где можно узнать более подробно о правильных свадебных обрядах? И что этими обрядами укреплялось? Дело в том, что свадьба это вообще не обязательный обряд при создании семьи. Если не будет свадьбы, ну и семьи не будет. Потому что вы же на всю жизнь, но не на всю жизнь, на период куна должны быть вместе, то в следующих кунах могла быть расширена семья, когда объединялась несколько семей. Вот в Швеции говорят шведские семьи. Свадьба это соединение действительности с богами. Это представление вас перед богами как новые ячейки. Потому что это начало возможности сконъюгировать, соединиться, то есть стать богом. Понятно, что все должно быть под руководством богов. Поэтому свадьба, вот фата, платье, там этот рушник, который завязывали над головой молодоженов. И они этот узел должны были развязать. Если он не развязывался, значит свадьба, вернее союз будет прочным. Развязывался, смолочь, союз будет непрочным. Просводительный обряд, в общем-то, он неописан на объецинозе касания сварага. У нас есть ревнические школы, как их найти. Но у нас некоторые цивилизации параллельные, они читают во сне обычно школы разные знания дают. Шамбал читают, ах, те читают, я знаю, даже Косоги читают, черти. Вот. Ну, и люди получают эти знания, если они смогут подключиться. Но сейчас мало кто способен это сделать, и поэтому школа свертывается. как вы думаете, недоразвитые люди смогут вырастить у себя недостающие внутренние органы, второе сердце, вторую печень и так далее. Да почему они могут? Могут, конечно. У нас ведь, используя метод Шичко, например, выращивают у себя зубы, выращивают утоленные органы, почку, например, или матку там удалили. Ну вообще все женские дела вырезали, а выросла с помощью как раз этого метода. Ну и самое главное, что женщина потом еще и родила. Поэтому невозможно в принципе в природе нет ничего. Если отец умер 15 лет назад, то как узнать, переродился он или нет? Ну в принципе кроме вас у него через сон он с вами свяжется. Даже если он сейчас уже живет, он может ответить. Сейчас тоже лучше сжигать покойника в клематории, однако одновидящая гречная душа перед сжиганием сильно беспокоится, с чем это может быть связано. Так она может потому что сгореть. Раньше открытый огонь был и огонь он был изнутри. Перед этим покойника накачивали, он же умирал на взлете, накачивали сильной энергией, когда самовоспламенение уже происходило. Там дрова особо-то и ненужные, человек превращался в пепел весь, одежда при этом не тронута. Ну сейчас тоже такие сгорания происходят. Вот. Ну а у нас если сжигать человека, то надо обязательно просить, чтобы открыли печку, чтобы душа смогла выйти, потому что она может не успеть выйти и сгореть с человеком вместе. Состояние самооти действительно существует, и такие люди находятся в пещерах до сих пор. Да, вот, есть пещеры, где вообще окаменившие люди стоят в статуях. когда туда попадают, а просто у человека не оживают и рассказывают человеку много того, что ему нам сейчас нельзя знать. Вот статуя, кстати, окаменевшие статуи. Если смотреть вот террикотовые скульптуры китайские, да, это окаменели люди. У них окаменело только наружное. поверхность где-то метров, сантиметров пять, там, два на... Они очень хрупкие. Внутри троха. Вот. Это применение вот этого оружия, описанного в Хабхарате сушка называется. Вот. А вот когда люди полностью окаменевают специально, используя галдейские практики, у них окаменевает все тело. Причем когда брали мрамор, а мрамор получается, когда брали мрамор на исследование белковое, обнаружили, что там ДНК. ДНК человеческое. Что значило могила, связанное с закапыванием? Могила вообще, связана с могуществом. У нас еще после революции, даже в фильмах показывали, что люди кладутся сами в хавину. Ну, то, что гробом сейчас называют. А она вообще действительно смерч, что такое? Это с мерой. У нас потому, что было бессмертие и в действительности слов, связанных непосредственно со смертью нету. Ну, как в английском ДЭФ, это все. Смерть. У нас все слова они опосредованно. Там упокоиться, да. Упокоиться, то уснуть. Или, допустим, покойник, ну, он просто уснул. Или, там, допустим, отдых. Отдых, это бездыханное тело. Сейчас мы не можем отдыхать, у нас нет такой привычки, да, потом, если мы отдохнем, то нас похоронят. А, в принципе, человек на неделю иногда от переутомления может вырубиться и быть бездыханным. Ну, есть практика, когда человека закапывают, именно по его мерам, когда сделана могила, его закапывают, оставляют ему дыхание, там, трубку, но и он там сколько-то должен пролежать. Кальюга закончится, и мы вернемся за вот век, как бы не так. Без нас ничего не сделается. Если душа умирает в тонком мире, то это конец. Разве душа не вечная и бессмертная? Ну, это один из фейков, что она бессмертна. Душа, как и наше физическое тело, имеет свою продолжительность жизни. Если она остается долго на том свете, и ее никто не поминает, и ее никто не питает, она вынуждена или воплощаться в животное, или в растение, или еще в камень, лучше, еще хуже, да? Вот. Ну, или умереть. Теория реинкарнации считается, что душа воплощается так же и в других мирах. Это не цель уйти в другие миры райские. есть такая гипотеза, но кто вас там ждет? Если там правильно все организовано, вам не дадут воплотиться в своих родственников. Род должен следить за своими умершими родственниками и вытаскивать их обратно. У нас ведь почему уничтожили родовые книги сразу после революции, чтобы у людей не было рода и чтобы им можно было в наше общество втюхивать вот этих клонов. У нас вот говорят сукины дети, да? Это дети, которые не рождены человеком, не рождены матерью. Как правило, это вот как раз клоны, возвращенные какими-то животными, то есть забеременевшие животными, которые потом рожают детишек, ну, это их потом выпаривают и вставляют в наше общество. Кто такой Рван из Шри-Ланки, на которого пошел войной Рама за то, что Рван похитил жену Рамы? Ну, Рван Равана его называли, но вообще это Равена. Равена, которая, в общем-то, есть такая столица, вернее, была столица в Италии, Равена, сейчас Рим стал. Вот, город такой есть, и Равена фактически тот, который в принципе сражался с Рамой. Ну, там не только Рама, Рама, отопись и главца, там и Хануман был, и Джамбован, который возглавлял медведей, царь медведей. Вот. Но не Хануман, а его сын Арджуна был. Вот. По нашим источникам это Джучи. Как правильно шить по шестневке? Расскажите, пожалуйста, благодарю. Ну, вы вперед все пытаетесь залезть. Изготовление волшебных вещей, да, оно связано, когда мы делаем эту вещь, не когда она вздумается, или у нас есть свободное время, а когда в это время имеется свойство того или иного Бога. И поэтому волшебные вещи, они таким способом получаются. Что если перестать есть соль вместо соли в пищу добавлять мед? Я читал, что мед, как почтальон, доносит все нужные микро- и макроэлементы туда, куда нужно. Так ли это? Но он-то доносит опроницаемость клетки обуславливает именно соль. Можно калий-хлор, но можно натрий-хлор. Калий-хлор к нему надо иметь привычку. Натрий-хлор он хоть и убивает все вокруг себя, а калий-хлор наоборот. Но калий-хлор вы сейчас черта достанете. Только в химреактивах можно купить. Но удобрения калийные, которые продаются, ими можно вообще отравиться. Лучше их не брать. Детстве ночью видела в окне странное существо. Детские санатории в городе Бруннице. В палате спали дети. Ночь шел сильный дождь. Я не спала и напротив своей кровати смотрела в окно над входной дверью, которая вела сад на дождь. В этот момент увидела костяшки пальцев, затем череп с пустыми глазницами голова черепа медленно оглядывала спальню с детьми. Я закрылась дьяволом с головой. Кто это мог быть? Но вообще у нас опять же для православие оживление вещей, оживление умерших. Это было обычным явлением. Вот у нас были случаи, когда летательный аппарат садился, например, в Швейцарии произошел такой случай, сел в воду в озеро. Там было соседское кладбище, и вот из соседского кладбища стали вылазить покоуники полуисдлевшие и идти в это озеро. Подобный случай, но которому стало известно, произошел и в Индии. И тоже там сел в озеро, и тоже поконники шли к этому объекту. То есть они же почему нас еще заставляют хранить людей? Потому что они воруют трупы. Воруют трупы, их тела можно зомбить, они же делают. И даже вот новые молодые, ну в смысле свежие трупы, они же вообще некоторые среди нас. Но они холодные правда, но они говорят там, ну не едят правда, говорят значит, работают, там чего хочешь делают. Но у них кровь не двигается, сердце не бьется. Вот за счет этой энергии. Это зомби. Как можно младенцу уйти через бог, там нет трудовых путей. Дектама телепортация элементарная проникновение сквозь предметы. Как понять махи руками вперед для мужчин для понятия кундалини. Исходное положение руки опущены вдоль туловища. Для мужчин руки нужно поднимать наверх, вперед к плечам и назад пошли руки, обернув круг, вернулись вдоль туловища. Правильно ли понимаю, да? А у женщин в обратную сторону. Владимир, пожалуйста, нам есть с вами о чем лично поговорить, то потом будет поздно. Хорошо. Но вы же в Германии живете. Расскажите, пожалуйста, а как избавиться от проклятия Елены Прекрасной? Ну, это надо осознать и контролировать себя. Женщины обычно же не контролируют свои чувства. Если род прерывается, потом кого нет, что делать таким людям? Ну, так просто доживите. У нас же в принципе бессмертие-то ну, бессмертие ладно, но 700 лет это средняя продолжительность жизни наших земных лет. Средняя продолжительность жизни во Вселенной. Поль Брек практиковал бессолевую диету. В 90 лет катался на серфинге. Демонстрировал колоссальную выносливость. Правда, по информациям, катаясь на серфинге, патологически погиб. Как же тогда бессолевая диета? Неужели это невозможно? Он описывал, что наш организм из трав и овощей берет необходимые соли. Неужели погиб нервис соли? Ну, насчет Поля Брега. Во-первых, вот эта сказка, что он погиб на серфинге, катаясь на доске, это именно миф. Его просто отравили, а сказали, что он утонул. И это стало известно уже много лет спустя, после его смерти. Умерзляют людей, которые занимаются хорошими делами. Ну, например, там, многие наши натуропаты, которые пропагандировали здоровый образ жизни, погибли именно насильственной смертью. Уокер тоже самый, который бесслезевую диету рекомендовал. Исоки Шелтон раздельное питание тоже умер при загадочных обстоятельствах. Их много. Даже Атеров, который сыроедение впервые написал, открыл. И уже в тюрьме уморились. Вот. Поэтому, в общем-то, не нужно верить всему, что пишут, что они бессолевую диету рекомендовали. В принципе, без соли можно обходиться. Там, например, петрушку высушивать и солить ее. То есть, можно заменять. Но, если вы и соль будете использовать, ничего страшного. в особенности калийную соль. Правда, к ней привыкнуть надо. Она все-таки соленая, но не такая соленая, как натрий хлор. Благодарим, благодарим. Ну, вот видите, у нас все благодарят. А если предки уже воплотились, а мы их подпитываем, получают для они наши посылы. Да, вряд ли они воплотились. Если они умерли в католической традиции, им путь закрыт. Нас же сейчас хоронят, и большое до свидания. Пусть и земля будет пухом. И царство божие, которое давно уже там нет. Где можно купить корейную соль? Но в химре активов раньше продавали. Но я не знаю, сейчас они вообще есть или нет. Огромное спасибо, слава, огромное спасибо, благодарю. Интересно было, благодарю. Ну, вот, вопросов больше нет. Я с вами прощаюсь. Да, и последнее. Использование перечисленных божественных методов для обольщения и выречения списка своих побед над женщинами, как показывает действительность, заканчивается смертью всех участников, попавших под магию этих божественных методов. эти волшебные практики могут использовать только супруги, с которыми не очень быстро поднялся из состояния обычности на божественный уровень, на котором находились люди всех предшествующих цивилизаций, от титанов до исполинов и от великанов до атлантов. до 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 Продолжение следует...